Утром первого, мы на месте. Ты на нас заработал, включи ревету, сколы поезды. Мы запринят, уезжаем. Накануне ночью, примерно в час тридцать, аварию полицейские зарегистрировали на участке автомобильной дороги между улицей Кабанбай-Батыра и Ай-Ти-Кеби возле парка независимости. Здесь водитель автомашины Тойота Прадо не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в бетонный столб и дальше в ограждение зоны отдыха. Как рассказали очевидцы происшествия, водитель автомашины выехал с улицы Ай-Ти-Кеби на большой скорости и, поднимаясь по дороге в сторону железнодорожного вокзала, не вписался в поворот. Несмотря на сильный удар, водитель джипа серьезно не пострадал. Его спасли ремни и подушка безопасности. От госпитализации он отказался. Сейчас фактом дорожно-транспортного происшествия и вопросом возмещения ущерба в городской инфраструктуре занимаются дознаватели административной полиции. Субтитры предоставлены административной полиции. Субтитры предоставлены административной полиции. В Шемкенте стражи порядка задержали очередных наркокурьеров. 2 апреля этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел области по подозрению в сбыте наркотических веществ задержали двух жителей областного центра 1967 и 1989 годов рождения. Кульминацией операции стало обнаружение у подозреваемых крупной партией героина. Здесь мы видим в целлофановом пакете гранулы белого цвета. Здесь же есть и порошкообразное вещество бурого цвета, похожее на наркотик. Его состав определит судебно-криминалистическая экспертиза. В доме родителей одного из подозреваемых при обыске обнаружено наркотическое вещество. Была назначена экспертиза. По результатам экспертизы установлено, что наркотическое вещество является героином весом свыше 200 граммов, то есть в особо крупном размере. Как выяснили полицейские, наркотики подозреваемые хранились с целью дальнейшего сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 Уголовного кодекса. Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Сейчас подозреваемые арестованы. Полицейские выясняют, где задержанные приобрели героин. Ведется следствие. Туркестанские полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в серии квартирных краж. В январе текущего года в дежурную часть УВД Туркестана заявлением обратилась 50-летняя местная жительница о том, что неизвестные лица проникли в ее дом через окно, откуда вынесли золотые ювелирные изделия и деньги на общую сумму около миллиона тенге. И это было не первое заявление о краже от местных жителей. Для раскрытия серии краж была создана специальная следственная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления внутренних дел Туркестана задержали подозреваемого 1988 года рождения местного жителя. Полицейские установили его причастность к пятиквартирным кражам на общую сумму свыше 4 миллионов тенге. Все кражи молодой человек совершал по одной схеме. Выбирал подходящие квартиры, стуком в дверь убеждался, что в доме нет хозяев. После чего путем вскрытия окон или дверей подручными средствами проникал в помещение и оттуда выносил ценные вещи. Таким способом подозреваемый в начале февраля проник в дом 47-летнего жителя Кентау, где с помощью подбора ключей вскрыл сейф и похитил деньги и ювелирные изделия на полтора миллиона тенге. Краденое имущество задержан и сбывало деньги, тратил на свои нужды. В качестве вещественных доказательств изъята часть краденных вещей, золотые изделия и другие ценные вещи, которые возвращены владельцам. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса кража. Подозреваемый арестован. Ведется следствие. В два часа дня спасатели оперативного отряда департамента ПЧС вызвали в одну из пятиэтажек 18 микрорайона. Здесь помощь требовалась 80-летней женщине. Она осталась в беспомощном состоянии в запертой квартире. Как выяснили по прибытию спасателей, престарелая женщина принимала ванну, ей стало плохо. Она смогла лишь выйти из ванной комнаты, упала на пол и подняться самостоятельно не смогла. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали специалистов спасательного отряда. Вскрыв дверь, спасатели подняли женщину и перенесли ее на диван, оказав первую помощь, а затем вызвали врачей. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Утром первому. Мы на месте. Тринанс за руководом. Прощай, ребят, усколок голоса. Изопринято. Уезжаем.